Малыш, ты или зон держи, или... Открой зон, открой. Я хочу, чтобы ты работал, сынок. Откройся, откройся. Открой, открой зон, ты держи его. Вот, теперь я счастлив. Дорогие друзья, Большой Тест Драйв представляет сегодня машину мечты для человека 40. Только в этом возрасте твои хрящи, суставы, позвоночник начинают по-настоящему ценить комфорт. Только в этом возрасте ты начинаешь понимать, что не всяким лохам на перекрестке надо бросать понты, что ты едешь в какой-то крутой тачке, что ты в гелике, или еще в какой-нибудь, так сказать, автомашине. Ты хочешь чувствовать стабильность, хочешь чувствовать комфорт, ты хочешь чувствовать, что ты управляешь этой жизнью, а не она имеет тебя взад, понимаете? И тогда тебе... Кого как? Ну, я понимаю, вы универсал, вы позволяете жизни обходиться с собой еще жестче. Да, но, ребята, вы начинаете ценить Ауди, потому что это не для малолеток. Не Аудио, а Ауди. Да, эта машина может ехать быстро, у нее замечательный, почти что 250-сильный двигатель, замечательная коробка, она может пришпориться, но не в этом кайф, чуваки, кайф в том, что вы садитесь в эту машину, начинаете движение, и понимаете, ем она, это я еду, мне хорошо, понимаете? Ну, а теперь технические подробности от Рустам Ивановича, потому что, ну, что-то должно было внешне измениться. Конечно, ребят, Ауди А5 второго поколения 2017-го модельного года, наконец, спустя полтора года в большом тест-драйве мы это сделали. было два года назад сцена комическая, мы приехали в шарик, летели на какой-то тест, а рядом с нами улетала группа журналистов в Мексику. Почему в Мексику? Да потому что в Мексике делают теперь эти автомобили. Да, и там, в Мексике, соответственно, они тестировали эти прекрасные автомобили, да, и, наконец, они доехали до нас, до России-матушки, ребятушки. Ну, что же, замечательный премиальный темно-зеленый цвет, который мы уже видели с вами на Кусильбом и на других тачках, правильно? Ну, цвет, который возвращает нас в далекие 80-е, правильно, сам автомобиль построен на новой платформе MLB от концерна Volkswagen. Именно на этой платформе была представлена модель Audi A4, но конкретно купят и тяготеет больше по компоновке к автомобилю Audi A6. Кстати говоря, обладает очень хорошим коэффициентом сопротивления. Лобового. Лобового. Значит, смотрите, ребята, как мы видим, продолжается противостояние с Hyundai за право иметь, так сказать, вот этот шестигранник у себя на морде. Более того, к борьбе подключился Citroën. Да кто только уже не подключился. Со своим DS-ом, правильно? Кто не подключился. Боковая линия. Как узнать автомобиль в толпе? Как узнать в толпе? Вот по этим выштампованным деталям. Каким? Ну, вот это. Вот это верхняя грань, которая его четко отличает от предшественника. от предыдущего. То есть есть такая вот, как бы сказать, такая юбочка. Ну, типа того. Юбочка. Не совсем, давайте так, серьезно, глобально автомобиль, конечно же, в размерах не увеличился. Наверное, в том же самом форм-факторе остался. А в принципе, нам бы думается, что изменения произошли с кормой. Да. Но только в топовой комплектации вы обнаружите вот эти прекрасные светодиодные фонари с этим рисунком. Я нажму. А в более бюджетных комплектациях, которые, я так понимаю, чаще всего вы увидите на дорогах общего пользования, будут классические фонари, которые, к большому сожалению, никак не будут выделять ваш автомобиль, но вы в потоке. И люди будут думать, вот он едет на старом Ку-5. Вы же мне читали целую лекцию. Во-первых, у нас ручки стали открываться вверх. Да. А во-вторых, Рустам Иванович обратил внимание, что ручка задней двери максимально приближена к арке. Что-то вот это какая-то шляпа, парни. Ну почему шляпа? Ну не знаю. Ну у нас как получается? Вообще у нас, ребята... Значит, багажник у нас почти 600 с небольшим литров. Багажник хороший. Но немножко вот эта вот линия загрузки, да, по сравнению с пулом, высоковато немножко. Смущает. Так. Ну вот. Но из-за скоса задней вот этой двери, задних стоек, в принципе, немного здесь поместится всякого барахла. Немного. Значит, давайте посмотрим, какое пространство ждет пассажиров заднего дивана. Вот еще раз обращаю ваше внимание, да, ребята, вот на этом уровне обычно находятся у легковушек ручки открывания задних дверей. Ну потому что, ребята, с тех пор, как появилось слово кроссовер вместо слова джип, в принципе, надо забыть о том, что тачки у нас чем-то сильно по высоте будут отличаться. Ну что? Очень плотненько вы будете сидеть. Это вы за кем? Ну это я за Олегом. Как за Олегом? Ну вот так. А вот сядьте вы. Давайте сядьте вы. Просто мне интересно, сколько места будет за вами. Покажите Олегом. Иди сюда. Вот Олег. будет достаточно. Давайте я вот даже за Серегой в принципе без труда размещаюсь. Так я сижу. Нормально мне. Нормально. Буду подпирать коленками водительское сидение и пассажирское. Но в целом трехзонный климат-контроль. Ты скажи о главном, что чем знаменит Ауди? У нас вот пробег 5800 у машины, но до сих пор запах дорогой кожи, замши. Вот это алькантары. Всего, да. Все это... Откройте, откройте капот. Открываю. Заглянем под капот. Значит, друзья мои, с двигателем этим, прославленным, очень хорошим, в линейке Ауди 249. В этих восхваляющих эпитетах рассказывать об этом автомобиле. Мы с вами будем срать эту машину, когда мы узнаем цену. Пока что все хорошо. Сейчас все хорошо. Хорошо. 249. Очень удачный мотор. Он фигурирует на многих моделях. И на А4 он был, да, вот, которая у нас была на Тесте. И на А4 Роуд он был, соответственно. Ну и доступен еще двухлитровый дизельный мотор. Там будет гораздо больше ньютонов. 400, здесь 370. Ну и дизельный мотор, я так предполагаю, будет есть еще меньше топлива, чем бензин. Ну здесь в среднем 9, наверное, да? Ну там будет в районе, наверное, 7 есть. Хорошо. Теперь расскажите нам о подвеске. У нас адаптивные амортизаторы, да? Значит, ребят, как вы это отличаете? Значит, несколько видов подвески с адаптивными амортизаторами, с пневмой. Причем, чуть ли вы с садомитой не сказали. С пневмой, причем вы не имеете возможности вручную поднять или опустить автомобиль. Все делает автоматика. И самое главное, пружины есть еще. Говорят, что на пружинах машина еще мягче. Еще мягче? Еще мягче, чем на адаптивных амортизаторах. Но в адаптивных амортизаторах кайф-то такой, что они изменяют упругость в зависимости от качества дорожного покрытия. Нет, я так понимаю, что здесь и пневма еще стоит. Да все есть. Да все есть. И пружины, и рессоры, и подрессорные, кто? Ну вы говорили какое-то мудреное слово, я забыл его. Не помню. Подрессорные. Ребята, но, конечно, я еще раз повторюсь, Ауди это машина не для того, чтобы вам завидовали соседи. Они посмотрят на это и скажут, ну и что? А тем более, когда вы скажете цену. Фор. Нет, вы не говорите просто цену. Фор, да? Фор. Вот. Соответственно, но вы кайфуете, когда вы за рулем. Давайте посмотрим, как они разобрались с салоном. А теперь, значит, перейдем к интерьеру. Ребята, вы замечаете, да, особенно в эту погоду это хорошо видно, что, ну скажем так, ну не пластик самого последнего поколения, да, не то, что предложили. Ну очень качественный. Не то, что предложили, скажем так, BMW-шники в новом X3, да, но в любом случае в этом автомобиле все, значит, так сказать, выверено до последнего миллиметра. Ну, наконец-то, перекочевал в X5 вот этот блок управления климат-контролем. У нас появилась восьмидюймовая мультимедийная вот эта панель, которая, кстати говоря, теперь поддерживает и нажатие... Да? Как это не... Подождите. Ну что надо сделать для этого? А что это? Ага, у нас комплектация, что ли, еще какая-то не та. Мне кажется, вы сломали просто пальцами своими. Да ладно? Да. Слушайте, а реально должна быть мультимедийная панель с этим, с тач-экраном? Ну вот, без него. Без него, товарищи. Ну, а цифровые приборы полностью хорошо нам известны. Именно с уже не удивишь. Не удивишь, что у нас здесь еще есть из, ну, каких-то новых вещей. Семиступенчатый автомат, опять же, можно писать здесь вот на это. Вот потише, потише, Сережа, я же рассказываю. Я же рассказываю людям. А вы что отвлекаетесь? Они никогда больше не увидят этот автомобиль. Увидят на вторичке. Ни на нашем канале, ни в своей жизни. Увидят на вторичке и у мамочек, которые забирают детей из школ с углубленным изучением английского, идиша и других, так сказать, языков международного. А что вы против идиша? А что вы против английского? Ничего. Ничего не имеют. Значит, ребята, отличные зеркала. Здесь все отлично, но самое главное, парни, зупречный автомобиль. Как бы мы не снимали этот автомобиль, мы могли бы нанять, например, Андрона Кончаловского. Андрея Кончаловского, Андрея Сергеевича. Хорошо, пускай так, да. Мы могли бы нанять Стивена... Никиту Сергеевича Кончаловского. Имеется в виду Михалкова. В подметке бы ему сгодился этот самый, как его, Спилберг. Точно. Стивен. Но, ребята, на самом деле, эту машину реально нужно чувствовать самому. Ты не зря отметил, что у нее низко находятся ручки, да, вот на дверях, потому что машина действительно очень приближена, в буквальном смысле этого слова, к легковухе, да. Она очень хорошо держится на дорогу. Чуть лифтованный этот универсал, да? Да, да, да. Такой чуть-чуть. На сантиметр, на два, на три, ну, плюс еще огромные колеса, да. Вот. За счет этого, за счет этих всех прекрасных амортизаторов, да, этот двигатель, эта коробка, эта шумоизоляция, вы действительно кайфуете за рулем. Слушайте, вот я еще раз могу повторить, это та машина, одна из немногих, в которой я, несмотря на то, что у нас ограниченный срок тест-драйва, да, мы берем обычную машину на неделю. Вот. И за неделю на обычном автомобиле, ну, половину ты срока ездишь, половину я, я успеваю проехать, ну, кем-то в 400-500. На этом автомобиле я реально проехал около 1000. Куда вы ездили? Куда только мог ездить, я ездил, потому что в ней кайфу очень находиться. машину нам выдали с полным баком, а я ее отдавал с полным баком. Я думал, вы другой скажете. Да что? Значит, машина была в химчистке. Да нет, машина была не в химчистке, просто был бензин, и мы его выжрали весь, вот и все. Конечно, выжрал весь, да, потому что это реально, вот посмотрите, мы ездим, едем по не самому идеальному покрытию Московского Ленинградского проспекта. Дублера. Вот, не самое идеальное. Вот, но машина съедает все неровности очень изящно. И в итоге все это передается вам как водителю, да? Вот, посмотрите, новый ключ у нас. Я не знаю, ребят, не знаю, с точки зрения нормального человека, конечно, если бы мне сказали, чувак, это охеренная машина, давай четыре. Я бы сказал нет. У нас панорамная крыша. Я бы сказал нет. А тебе говорят, у тебя будет панорамная крыша. Я бы сказал нет. Я бы сказал действительно, что, наверное, в этом типа размере, плюс еще, наверное, побольше багажник будет, я бы взял бы, наверное, Тигуан. Да слушай, в хорошей комплектации, подождите, в хорошей комплектации Q5 стоит столько, сколько стоит Q7. Да. Вот. Условно говоря, в базе, либо в средней такой комплектации. Поэтому выбор, выбор есть. Но я верю, что есть люди, которым, которым, например, нужна какая-то внешняя скромность. Потому что все-таки Q7, да, это аппарат, который доминирует на дороге. Правильно? Все-таки это здоровая машина. А здесь, смотрите, у вас переключатели от Bentley Bentayga. Правильно? Ну. Все, так сказать, пахнет шикарно, да. А размер компактный. И люди на улице смотрят на вашу машину, особенно вот в таком цвете, и не думают, вот тварь поехал, мерзкий. Да? Тварь. Почему же? Почему же не думают? Если они знают, сколько стоит этот автомобиль. А давайте посмотрим, если нам сейчас повезет с парковкой, и вдруг мы сможем найти живых очевидцев, так сказать, свидетелей. Иеговы, да? Иеговы, да. Но, к сожалению, нам опять не везет. Опять не везет. Не везет. Только если вот здесь вы встанете. О, вставайте. Ну, давайте. Ну, сюда придется волочь этих самых добровольцев. Людей, ничего страшного. Отволочем? Ничего страшного. Ребята, но главное изменение в Купятом коснулись, конечно же, в первую очередь полноприводной трансмиссии. Теперь здесь. Что с ней не то? Теперь здесь. Написано вроде Quattro. Ну, давайте так. Quattro. Quattro. Especial? Нет. Quattro. Как же он называется? Ультра-Quattro. Quattro-Ultra. Вам виднее, вы специалист. Значит, короче, здесь по умолчанию... О, а что, здесь можно парковаться? Надо сразу припарковывать машину. Значит, по умолчанию переднеприводная машина. У нас здесь обычная муфта, которая перекидывает крутящий момент на задние колеса. Полноценный, полноценный полный привод, всем известный, хорошо себя зарекомендовавший от компании Audi, будет доступен вам только в топовых версиях с трехлитровым дизельным мотором, где будет Торсон у вас стоять. Вот что отличает... Значит, Марка, Марка, Марка. Значит, вот что отличает конкретно эту модель от классических Audi. Ну, в общем, постепенно, я так понимаю, на более бюджетных моделях они заменяют систему полного привода. Как раз вот этой новой системой полного привода говорят, что каждые 10 миллисекунд электроника считывает всю информацию, включая информацию о дорожном покрытии, значит, идет дождь, идет снег, как вы рулите, на какой скорости, значит, какое сцепление с дорогой. Короче, и вот якобы она должна работать на предупреждение этих ситуаций опасных. Нет, на опережение. На опережение. То есть она мыслит вперед. Мыслит вперед, да. На опережение работает. Как это в жизни работает? Ну, как в жизни работает? Ну, у вас были какие-то проблемы? Давайте, да мы с вами сейчас вот выезжали по снегу, машина чуть-чуть занесла на такой уверенности, да, все-таки, как за рулем у полноприводных Audi. Ну, настоящих. Я имею в виду настоящих, да. в принципе, она, здесь присутствует определенная уверенность, да, в том, что ты управляешь даже заносом. Вот в чем кайф полного приюта. Может быть. Давайте теперь притащим сюда пару-тройку активистов. А никто не будет стоять на покупку машину? О, здрасте. Простите, пожалуйста, можно одну секунду с наступающими вас праздником? Такая красивая девушка. Одну секунду, буквально, как вас зовут? Марина. Мариночка, вы женщина, так сказать, что сердцем чуете? Идите сюда, пожалуйста. Вот мы сегодня тестируем вот тот зеленый автомобиль. Что это за марка? Знаете? Конечно. Какая это модель? Наверное, не помню буквы, но цифра три, наверное. Цифра три? Сколько эта штука стоит по ощущению? Вот вы на нее смотрите, но вот минимум, нет, не минимум, а в хорошей комплектации. Должна. Миллиона два с половиной. Два с половиной, да? Какие у вас зеленые глаза. Спасибо. Спешите? У нас есть каталог женихов. Вы замужем? Замужем. Ну ладно, уже передайте привет ему. Саше, привет. Саша, с наступающим Новым годом. Спасибо. Саша, не пей. Спасибо, всего доброго. До свидания. До свидания. Посмотрите, женщина в ботфортах, видите, в шубе. Ну, я не могу представить вас в ботфортах. Ты хорошо. Как вас зовут? Настенька. Первый курс? Первый. Чувствую, молодая. Хорошо, иди сюда, Настенька. У семьи есть машина у вас? Есть. Какая? Лансер у тебя есть. Лансер, хорошо. Вот смотри, мы сегодня тестируем вот эту со светящимися фонарями задними, да? Что это за марка? Ауди. А модель какая примерно, знаешь? Нет. Ну, как чувствует? Там же есть 1, 3, 5, 7. Какая это? Что-нибудь побольше, наверное. Ну, примерно. Это 7, да. Сколько она стоит? Как ты думаешь? Вот так вот, видишь на улице такую тачку, вот минимум, сколько она стоит в рублях? Ну, в рублях? Миллиона 3, наверное. Миллиона 3, хорошо, девочка. На кого учишься? На инженера. Молодец. Скажите, пожалуйста, вот там за елкой памятник стоит, знаешь? Да. Кто там? Он там. Ну, пойдем. Ну, кто там стоит? Эрнст, я забыла. Ну-ка, а примерно? Эрнст какой? Костя? Нет, не Костя. Костя еще не стоит. Забыла второе слово. Ну, хорошо. А он кто такой? Что за черт? Я читала, я забыла. У меня врасплох. Ну, примерно-то, примерно. Нет, ну, как ты думаешь? Я же не экзаменатор. Ну, он кто? В 41-е годы он. Так, ну и что он? Чем занимался-то? Вообще, кто по национальности этот чувак? Ну, примерно. Раз, Эрнст. 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 Это кто, примерно, да? Кто это вот? Русский. Костя, русский. Нет, вот Константин, он кто вот Эрнст? Русский. Русский, да? Ну, Константин русский, но это наверняка был подвох. Ну, а этот кто? Не знаю. Ну, по ощущениям. Сейчас, ну, русский. Ну, русский, правильно? Раз Костя-то русский. Ну, не может быть разные люди. Костя, может быть, и не русский. Нет. Мы сегодня тестируем автомобиль. Вот тот со светящимися фонарями. Видишь? Да, видишь. Зеленый. Какая это марка? Зеленый. Зеленый? Ауди, по-моему. Ага, хорошо. Сколько она в рублях стоит, как ты думаешь? В долларах? Ну, в хорошей комплектации. Ну, я не точно знаю. Ну, примерно, как ты чувствуешь? Хорошо. Кто в Конго на таких машинах ездит? А, там много, но... Сволочек. Реноу, Мерселес. Нет, кто на них ездит? Какой человек? На Ауди кто? Чем он занимается? Кем работает? Бандиты? Нет. А кто? Фермеры? Менеджеры. Менеджеры? Менеджеры. Ну, хорошо. И что там? Брат, еще вопрос. Там за елкой, ты видел, памятник стоит? Помнишь? Да. Кому? Эрнест. Как его примерно? А кто он такой? Ну, примерно. А вообще не знаю. Ну, вообще, вот у тебя, ты в Солице родился? Нет. А вот у тебя в городе есть памятники? Ну, есть, да. Кому? Ну, по три с Лумумба. О, по три с Лумумба, брат! Кристина. Кристина, сколько лет тебе? 19. Хорошо. Видишь машину зеленую? Да. Что это за тачка? Ауди. Какая модель? Не знаю. Ну, там 1, 2, 3, 5, 7 у них, да? Нет, 1, 3, 5, 7. Какая это? Не, ну, гад сказать. Нет, ладно, не надо. Сколько она столько, как ты думаешь? Так, вот, по ощущениям. Миллиона 2. Не меньше двух, да? Ну, наверное. Скажи, там вот за елкой стоит чувак железный. Видела памятник? Да. Кому? Тельману. Кто это? Цельман? А кто это? Кто такой Цельман? Я знаю, что он связан с войной. А, ну, а вот какой националист ты был? Немец. А что, фашист? Не знаю. Ну, а кто там еще был, кроме фашиста? Ну, примерно. Может, Гринписа ведь? Я в истории не сильно. Нет, он в кепке, чувак. Да-да-да, ну, ладно, Пусик, давай, счастливо. Спасибо. Спасибо, давай. Ну, что, будем еще кого-то спрашивать? Давай, есть появился вариант Цельман. Цельман тоже неплохо. Ну, что, может, поедем? Ну, давай еще одного и все, и поедем. Кого еще одного? Еще одного и еще одну. Одну давайте. Мне нужен Цельман. Спросите, пожалуйста, добрый день. Можно вас на секундочку? Телевидение Тель-Авива. Ну, куда вы? Так, давай, идем в ТС, сфотографируйся. Давай, иди сюда на секунду. Иди сюда на секунду. А, сейчас. Давайте, как вас зовут? Могу, меня зовут Ольга. Оленька, вот смотрите, мы сегодня говорим, спрашиваем вот про ту зеленую машину, у которой красные лампочки свидетельцы. Видите? Да. Какая это модель? Марка машины. Что это такое? Ауди. Сколько она стоит минимум? Ой, для меня неподъемно. Как вы относитесь к Ельцину? К Ельцину? Не буду сейчас. О политике, я о политичной. Хорошо. Правильно. У меня друзья в Израиле, я их очень люблю, привет им большое. Мы посутили насчет Израиля. Чтобы у вас не было войны. Какая рада. Счастливо, да. Спасибо, всего доброго. В Израиле войны не будет. Ясно? Давай, давай, быстренько сфотографируемся. Так, пока говори, кто такой Тельман? Не знаю. Ты что, позориться хочешь сейчас? Нет, не хочу. Ну-ка, иди сюда, как тебя зовут? Кирилл. На кого ты учишься? На механике. Сколько тебе лет? 18. Там памятник, мужик увидел, стоит? Нет. Ну, иди сюда. Давай, давай. Вот. Что за мужик? Красивый такой. Кто это? Читать умеешь? Нет, у меня зрение плохое, как и у вас. Ну-ка, сними. Теперь видишь? Нет, еще лучше. Держи очки. Значит, кто это такой? Вот зачем он кулак держит? Он что, этот лайт, это хэви вейтер, как это называется по-русски? Бодибилдер, что ли? Походу. Зачем он в пиджаке? Это элегантно. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто это мужик? Вот мальчику расскажите, пожалуйста, вот этот в пиджаке. Памятник. Вы, по-моему, раньше были... Сергей вас зовут, нет? Сергей, Сергей. Вот ваша аудитория. Иди сюда, черт не русский. Это моя дочь. Хорошо, хорошо. Кто вот этот мужик в пиджаке? Ну, это Эрнст Эльн. Кто это? Вот ему расскажите. Ну, он был... Ну, в какой национальности? Немец, по-моему. А ты согласен? Немцев видел когда-нибудь? Старшему всегда сразу согласен. Немец по национальности, но он был гражданин Германии. Гражданин Германии. Спасибо, 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 спасибо. Я все понял, все понял. До свидания. Да, счастливо, брат. Он только мне. Это очки сделай другие. Слепой же совсем. Ваша фамилия. Ничего страшного. Ничего страшного. Безруков. Безруков моя фамилия. Саша Белый, бригада. Правильно? Кость, это, Космос, мой друг. Дюжев. Сейчас, правда, скурвился, в бизнес-классе летает. О, ну все, давайте заканчиваем. Ну все, товарищи. Значит, машину на 4 никто не оценил. Правильно? Никто. Никто. Никто не оценил. То есть, я еще раз говорю, едешь в машине, ни одна падла не думает. Да, и тебя точно из нее не выкинут. Точно не выкинут. Все, ребят, это был Большой Тест-драйв. Ставьте лайки, подписывайтесь. Надо было Жванецкому такую покупать. Давай, 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 вот это кайф. Большой Тест-драйв.